Всем привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. И если мы еще не знакомы, то позвольте представиться. Меня зовут Ирина, и мой канал называется Ирешу. И сегодня мы заканчиваем говорить о сочинениях ОГЭ. Поэтому прежде чем перейдем к разбору сочинения 15.3, позвольте вам задать вопрос. Есть две темы, с которых я обычно начинаю подготовку ребят к ОГЭ по русскому языку. И вам я предлагаю выбрать, с какой темы мы начнем наше с вами знакомство с тестовой частью этого экзамена. Я оставлю ссылку на голосование в моем паблике ВКонтакте. Переходите и обязательно отмечайте то, что вам наиболее интересно. И это первое видео будет посвящено либо типам приставок, либо видам связи слов в словосочетаниях. Так, ну и давайте начинать говорить о сочинении 15.3. Это сочинение связано с пояснением какого-либо понятия. Так, ну и задание к сочинению 15.3 звучит вот так. Так, структура не сильно отличается от сочинений 15.1, 15.2. Ну, на что нужно в первую очередь обратить внимание? Во-первых, во вступлении вы уже не поясняете фразу, связанную с лингвистическим понятием, не поясняете отрывок из текста, а вам нужно сформулировать то, как вы понимаете конкретный термин. Ну, как я уже сказала, чаще всего он связан с каким-то философским понятием. И обратите внимание на то, что совершенно не нужно заучивать то, как термин звучит в словаре, и зазубривать, и писать это потом на ОГЭ. Можно объяснить и своими словами, главное, чтобы не было фактических ошибок. И аргументация от сочинения, например, 15.2 отличается тем, что второй аргумент может быть дан из вашего жизненного опыта. То есть первый аргумент обязательно должен быть по тексту, второй может быть тоже по тексту, но может быть и дан на основе вашего жизненного опыта. Ну и так как в прошлый раз я вам приводила пример конкретного сочинения 15.2, то в этом видео, думаю, нет смысла снова писать сочинение, его комментировать, а думаю, я просто поясню то, что же может быть аргументом на основе вашего жизненного опыта. Ну, во-первых, конечно же, можно приводить примеры из художественной литературы. И это, можно сказать, наивысший уровень и напрямую вас связывает с последующим написанием сочинений ЕГЭ и поможет вам в дальнейшем. Готовясь к этому видео, я нашла отличнейший материал, который подготовила, собрала и выложила в общий доступ Сидоренко Яна Борисовна, учитель русского языка и литературы. Этот материал я прикреплю в описании к видео обязательно, и там подобраны аргументы из художественной литературы к, ну, не всем возможным, но большинству категорий, которые встречаются в задании 15.3. И кто сейчас скоро собирается сдавать ЕГЭ или писать итоговое сочинение, если вы смотрите это видео, то тоже обратите внимание на эти материалы. Они очень хорошо подобраны и структурированы. Далее, второе, что может быть приведено из вашего жизненного опыта. Это ссылка на авторитетное мнение. Цитата какого-то известного человека, но обратите внимание, обязательно с пояснением, обязательно с каким-то мини-выводом, то есть не просто должна быть дана цитата, а нужно связать это, естественно, с вашим сочинением и пояснить. Но также авторитетным мнением, если можно так выразиться, являются пословицы и поговорки. Это уже не мнение конкретного человека, но это народная мудрость. Их тоже можно приводить в пример, но обязательно также с пояснением, с комментарием и с мини-выводом. Далее, третье. Это могут быть кинофильмы, примеры из художественных фильмов. То есть вам нужно написать название фильма, какой-то сюжет, который там происходит, и почему он связан с вашим сочинением. Ну и четвертое. Это истории жизни известных людей, отрывки из биографии, которые также подтверждают выдвинутый вами тезис. Ну вот, четыре пункта. Я намеренно не привожу вам в пример пятым пунктом истории из вашей жизни. Да, это можно писать. Вот я шел по улице и там что-то увидел. И лучше на это не ориентироваться. Имейте в виду, что вы можете это написать, но вам нужно тогда очень развернуто представить эту историю, обязательно сделать вывод, провести какой-то анализ. Потому что зачастую под историей жизни ребята понимают такие пространные предложения и пишут их, что вот в нашей жизни часто случается, когда люди не обращают друг на друга внимания, и вот это плохо. Все, два предложения, и это не считается за аргумент. Ну и чтобы вам было более понятно, приведу примеры аргументов на основе жизненного опыта. Ну и первого пункта касаться не буду, потому что материал прикрепляю, там все очень доступно и хорошо изложено. Перейдем сразу же ко второму. Ну и аргументы я подбирала к тому же самому тексту, к тому же самому варианту, только уже к сочинению 15.3, где нужно было пояснить, что такое любовь к матери. Как вы помните, в прошлый раз мы разбирали сочинение 15.2 по этому же тексту. Если еще не смотрели видео, то переходите, посмотрите сначала. Так, ну и ссылка на авторитетное мнение может быть такой. Такая цитата. «Мама» — это синоним слова «любовь». То есть вы пишете, Легувы сказал, что «мама» — это синоним слова «любовь». То есть любовь к матери — это то чувство, которое сопровождает нас всю жизнь и не угасает даже, когда мы теряем свою маму. И опять же вы проводите параллель с исходным текстом. Далее, пример из кинофильма. Можно взять такой замечательный, добрый фильм, называется «Поросенок Бэйб». Оставляйте комментарии, кто его смотрел и как он вам. В этом фильме маленький поросенок Бэйб считал своей мамой собаку. И тоже можно пояснить, как он к ней относился, как безмерно он ее любил, ценил и как он выражал свою любовь. Ну и естественно, в данном случае аргумент нужно приводить из того фильма, который вы сами смотрели. И нет смысла списывать откуда-то, потому что будет сразу же видно, если вы что-то не смотрели. Ну и аргумент четвертого типа я подобрала, вспомнив биографию актрисы Евгении Симоновой. Она очень любила как свою маму, так и свою бабушку. И, наверное, даже любовь к матери здесь можно приравнять и к любви к бабушке, поэтому можно затронуть и любовь к бабушке тоже. Ну и естественно, чтобы опять же приводить и такой аргумент, нужно помнить и знать биографию. Ну и в данном случае можно пояснить и доказать, если это нужно, любовь Евгении Симоновой к своей маме и бабушке. Таким образом, что она очень ими дорожила, всегда была в теплых отношениях и очень переживала, когда их потеряла. Ну вот, надеюсь, что вы разобрались и поняли, как же можно пользоваться представившейся возможностью и приводить аргументы на основе жизненного опыта, если уже не знаете, что же можно найти в исходном тексте. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Помните про тот вопрос, который я задала в самом начале. Переходите в паблик и голосуйте. Спасибо за вашу активность на канале, за лайки. Рекомендуйте посмотреть это видео своим друзьям. И совсем скоро увидимся, когда начнем разбирать тестовые задания ОГЭ. Будьте с Ирешу, ведь я все решу. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok